Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что изменилось в охране труда в России в 2023 году? Как будет меняться законодательство об охране труда в 2024 году? Зачем государство изменяет законы об охране труда в России? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и давайте с самого начала. Вот завершился 2023 год. Что изменилось в охране труда в России за истекший период? Ну, я предлагаю обсудить этот вопрос с точки зрения хронологии, как у нас постепенно, что называется, нормативы правилакты вступали в силу. Ну и 1 января. Хотя следует отметить, что в соответствии с 247 федеральным законам государственных обязательных требований, так скажем, у нас законодательство закоплено, что подавляющее большинство нормативно-правых актов должно вступать в две основополагающие даты. Это 1 марта и 1 сентября. Ну вот 1 января 2023 года у нас с вами вступил очень важный с точки зрения охраны труда документ. Это 772 приказ Минтруда, который касается разработки таких документов, как правило, и инструкции по охране труда, которыми руководствуются у нас непосредственно работники, для того, чтобы им грамотно и правильно исполнять свои должностные обязанности. Следует отметить, что в данном документе у нас приводится как раз структура этих документов, то есть из каких разделов они состоять должны, на что они должны ссылаться, как они должны разрабатываться, сколько лет они должны храниться и как часто пересматриваться. Ну и поэтому каждому работодателю в обязательном порядке, ну даже если у нас работодатель это небольшая организация, которая в основном в своей массе имеет, что называется, офисное оборудование, то в любом случае инструкции по охране труда хотя бы по пользованию компьютером, бытовой техникой, какими-то другими приборами, механизмами, им в любом случае разработать будет необходимо, поэтому изучить данный документ им потребуется в обязательном порядке. Также у нас в марте месяце, с 1 марта изменился, вступил в силу новый порядок расследования профессиональных заболеваний, но это в основном касаться будет у нас крупных промышленных предприятий чаще всего, а также тех организаций предприятий, на которых у нас имеется работа с вредностью и опасностью. Ну в нашем городе это заводы, фабрики, это предприятия транспорта в том числе, чаще всего, конечно, профессиональные заболевания происходят у них. Ну и в соответствии с новым порядком теперь определено, каким образом нужно оформлять документацию для того, чтобы это самое профессиональное заболевание нашему работнику оформить. Тоже важное изменение касалось у нас не столько самих работодателей, сколько учебных центров. То есть все учебные центры с 1 марта 2023 года должны были пройти аккредитацию заново для того, чтобы иметь право проводить обучение по охране труда. Поэтому вот как мы отслеживаем, очень много учебных центров, которые существовало и функционировало до этого, они эту аккредитацию не получили. Поэтому теперь в обязательном порядке нужно с особым вниманием относиться к тем образовательным организациям, с которыми вы собираетесь заключать договора на проведение обучения. Не все, к сожалению, соответственно, эту аккредитацию имеют, но вместе с тем, как бы порядок создания учебных центров был немного упрощен, потому что появилось понимание, что подобным организациям именно как таковой образовательной лицензии не требуется. Ну, допустим, как это школа касается, высших и средних учебных заведений. В том числе, вот это уже касается будет у нас непосредственно самих работодателей. Теперь все работодатели, которые проводят обучение своих сотрудников не только в учебном центре, но и в своей внутренней комиссии, внутри своей организации, во-первых, в обязательном порядке должны иметь на том материально-техническую базу, то есть не просто так мы решили проводить обучение и собрались кружком и разглагольствуем на какие-то отвлеченные темы. В обязательном порядке должны быть разработаны соответствующие программы обучения по охране труда, должна быть соответствующее оборудование, ну, в частности, если мы проводим обучение по оказанию первой помощи, то тренажер для оказания первой помощи в организациях должен быть. Ну и кроме того, все работодатели должны подать соответствующие уведомления и быть внесены в реестр тех работодателей, которые проводят это самое обучение в области охраны труда. Более того, теперь каждого сотрудника, которого вы внутри своей организации провели обучение и проверку знаний, вы обязаны будете вносить в единый реестр. То есть теперь любое проверяющее лицо может, ну, имеется в виду, который проводит проверку в отношении тех организаций по охране труда, может дистанционно посмотреть, кто в вашей организации прошел соответствующее обучение, и уже отделать документы об обучении задним числом не представляется возможным. Мы надеемся, что данная мера, она больше стимулирует работодателей на то, чтобы более ответственно относиться к вопросам обучения по охране труда, потому что, я думаю, что ни для кого не секрет, что одной из основных причин у нас, нечастных случаев, которые происходят на территории города Самары, это как раз недостаточная подготовка работников и недостаточный контроль со стороны работодателя. Мы надеемся, что теперь, учитывая, что контроль со стороны государства будет за этим вопросом значительно больше, то в обязательном порядке работодатели будут обучать своих сотрудников своевременно и в полном объеме. Также в марте месяце мы узнали о том, что государственные инспекции труда, они продлили мораторий до 2023 года на проведение плановых проверок, но опять-таки хочу напомнить, что то, что у нас плановые проверки не проводятся официально, но опять от внеплановых проверок при нарушении требований трудового законодательства, при несчастных случаях, при невыплате заработной платы, они у нас проводятся в обязательном порядке по жалобам, по обращениям своих работников. Поэтому тот факт, что у нас есть мораторий на проверки, это не значит, что можно абсолютно безответственно относиться к своим обязанностям. Также были обновлены проверочные листы. Мы с вами уже в этой студии говорили как-то о том, что есть такой замечательный инструментарий, как проверочные листы, для того, чтобы всем абсолютно работодателям можно подготовиться к проверкам. То есть есть специальные эти проверочные листы, изучив которые, мы можем понимать, какие документы у нас с вами запросит инспектор, представитель контрольного надзорного ведомства, и мы примерно будем уже знать и будем готовы к тому, чтобы, соответственно, подготовиться и не получить каких-либо ответственность, каких-либо штрафных санкций. Кроме того, были утверждены формы документов для проведения профилактических визитов. Мы с вами как-то об этом тоже упоминали, что эта процедура очень полезна для работодателей, причем работодателей всех форм, собственности, всех, что называется, любой штатной численности, направлений деятельности, как до малого бизнеса, так и до крупных промышленных предприятий. Появилась не так давно возможность пригласить к себе представителей контрольного ведомства, пригласить к себе представителей органов местного самоуправления. В общем, то, чье мнение для работодателя будет ценно, будет важно, и чей состоронний взгляд для работодателя был бы интересен. При этом, при проведении этих профилактических визитов, вот все, что проверяющие представители контрольных ведомств увидят, за это штрафных санкций накладываться не будут. То есть, опять-таки, дополнительные инструментарии для того, чтобы правильно вести работу по направлению деятельности охраны труда. Теперь этот процесс стал более понятным, более формализованным, и любой работодатель может с соответствующим заявлением обратиться в любое ведомство и получить еще и подобный вид помощи для себя. 17 июня для многих работодателей стал очень важным днем. В этот день у нас были сняты ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, официально уже были сняты. Многие, конечно, уже и до этого маски и перчатки не носили. У нас там появилась возможность это делать официально. Да, появилась, так сказать, возможность это официально. Это постановление главного санитарного врача номер 18, оно у нас вступило в силу. Но, опять-таки, мы должны понимать, что в настоящий момент у нас заболеваемость на территории Самарской области довольно высокая. Поэтому вот эти самые простые механизмы, которым нас коронавирусная инфекция приучила, конечно, официального требования у нас носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, вакцинироваться у нас как такового официального нету. Но, опять-таки, мера себя показала довольно неплохо. Многим людям это спасло жизнь, спасло здоровье. Поэтому тоже забывать об этом, я думаю, тоже не самая лучшая идея. Социальный фонд Российской Федерации у нас обновил форму извещения о легком несчастном случае. Об этом тоже следует помнить. Данные формы документа можно найти в любой правовой системе, можно найти на официальном сайте социального фонда. То есть, если у вас в организации происходит несчастный случай легкий, то, пожалуйста, по этой форме вы заполняете ее, направляете в социальный фонд. Я напомню, что это извещение является обязательным. Ну, во-первых, если мы не известим социальный фонд, то работнику не будет выплачиваться денежные средства по больничному, ну, а работодателю это грозит у нас штрафными санкциями, которые тоже довольно существенные. Ну, и сентябрь месяц, 1 сентября, стал очень важным днем в охране труда, такой вехой, у нас поменялся порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. В частности, мы постепенно, почему говорю постепенно, потому что у работодателей есть такой небольшой относительно переходный период, вот это полтора года, до 31 декабря 2024 года, когда они могут принимать решение, как именно они будут обеспечивать работникам средства индивидуальной защиты. Я напомню, что теперь, в настоящий момент, есть два варианта. Первый вариант у нас связан с использованием типовых отраслевых норм. Ну, когда мы видим профессию в списках, допустим, у нас есть дворник, и мы понимаем, что дворник положено выдавать в соответствии с этими типовыми нормами. Более современный, и мы перейдем уже с 1 января 2025 года на единые типовые нормы выдачи спецодежды, и они во многом будут привязаны у нас к оценке профессиональных рисков, тех, которые есть на рабочих местах. Потому что я думаю, что, ну, все понимают, что зачастую профессия сантехника того же самого в разных организациях, она требует обеспечения разной спецодежды. Если мы возьмем с вами единые типовые нормы, в частности, по тому же самому сантехнику, то там прописано наличие противогаза. Но если ваш сантехник, все, чем он занимается, он ходит по офису, меняет там ранбуксы, ну, едва ли противогаз ему потребуется. Ну, и тех же самых типовых нормах у нас прописывает, что ему положено в качестве обуви сапоги. Ну, пожалуй, что по офису в сапогах ему разгуливать, наверное, тоже будет не очень удобно. Поэтому в данном случае работодателям, наверное, стоит подумать о том, что перейти уже на новый порядок и уже с учетом этих самых рисков, которые есть на рабочем месте. Может быть, работодатель поймет, что у него есть какие-то, наоборот, иные риски, которые требуют обеспечения иными средствами индивидуальной защиты. Поэтому вот новый порядок обеспечения как раз позволяет этот процесс сделать более ясным, более понятным и уже предусмотреть дополнительные средства защиты, если они потребуются для нашего работника. На декабрь месяц к концу года мы с вами подошли к чему, что Роструд у нас с вами издал документ, который продлевает до конца 2024 года мораторий на внеплановые проверки. Но опять-таки, если будет существенное нарушение стороны работодателя, то опять-таки в любом случае орган контролирующий должен будет в обязательном порядке отреагировать. И вот на этом у нас существенные документы 2023 года как бы закончились. Но опять-таки, это не все документы, потому что формат данной передачи не позволяет у нас с вами очень долго и подробно про каждый документ. Мы отразили только самые важные. Я напомню, что у нас все нормативные правоакты, ссылки на них и иногда и сами документы у нас выкладываются и в правовых сетях, в правовых системах и на страницах нашего информационного проекта «Охрана труда в Самаре». Любой документ актуальной редакции вы там можете найти. Ну, а чем у нас актуален 2024 год? Да, вот важнейший вопрос, потому что он наступил. Вот что будет в 2024 году? Потому что уже середина января, и уже, собственно говоря, скоро февраль. Совершенно верно, да. Праздники закончились, поэтому нужно нам входить в рабочую колею, в рабочий режим. Я думаю, что документов будет довольно большое количество, потому что у нас законодательство сами очень серьезно меняется. Мы с вами отходим от как таковых стандартов безопасности труда, когда законодатель говорил нам, что дорогой работодатель, ты должен поступать так-то и так-то, и иных вариантов у тебя нет. То есть причина вот этого изменения в законодательстве, потому что изменения-то очень большие, это вот как раз изменение подхода власти, скажем. Изменение подхода власти, потому что иногда у нас с вами те методы, которые у нас властные структуры раньше давали, они просто не работали. Законодательство меняется, экономика страны меняется, появляется огромное количество новых отраслей деятельности, собственно говоря, которые просто не позволяют у нас унифицировать эти самые стандарты. Поэтому законодатель в настоящий момент переходит к требованиям охраны труда, то бишь он говорит, что должно быть, а уже как вы будете достигать этих целей на каждом конкретной организации, вы уже определяете самостоятельно. Допустим, законодатель говорит о том, что работники должны быть обучены, но опять, где вы их будете обучать, это ваше дело, вы сами определяете. Законодатель не будет кактовать вам, кого и где учить, вы сами определяете. Он только говорит нам о том, что существует несколько категорий работников, которые должны пройти соответствующий вид обучения. А уже работодатель, с учетом своих производственных реалий, с учетом условий труда на рабочем месте, он уже самостоятельно определяет, кто у него где должен проходить обучение. Аналогичная ситуация у нас и с точки зрения медосмотров, и с точки зрения спецодежды. То есть, законодатель, в настоящий момент, он идет навстречу работодателю. Он понимает, что некоторые работодатели находятся в сложной, в том числе и экономической ситуации. Поэтому он делает шаг навстречу работодателю. Но при этом, что тоже очень важно, что теперь локальные нормативные акты самого работодателя, те же самые приказы, те же самые инструкции по охране труда, к которым долгое время у нас многие работодатели относились не, так скажем, не очень внимательно, не очень серьезно. Пренебрегали, по-русски говоря. Ну, скачали инструкцию с интернета, назову я там в шапке, назову я наименование своей организации, ну и пусть она у меня и будет. Теперь за это предусмотрен он очень существенная ответственность, потому что это входит в государственные требования охраны труда. Ну, для примера. Скачали вы нормы выдачи спецодежды, посмотрели, вот у вас в соседней организации есть установлено, что кому выдавать. Вы скачали, не прочитая, не вчитавшись, а там у дворника написано, шобу норковую надо выдавать ему. Вы подписали, поэтому при проверке, соответственно, вас будут требовать не только по тем нормам, которые у нас утверждены на федеральном уровне или региональном, но будут требовать вас и соответствовать тем нормам, которые вы внутри своей организации разработали. Вас, раз вы прописали эту норму, то вы должны соответствовать. Покажите где. Совершенно верно. Поэтому кивать уж потом на то, что в федеральных нормах этого нет, но вы берете на себя это обязательство. Вы утвердили этот документ, он у вас таким образом вошел в требования охраны труда для исполнения ваших работников. Или, например, инструкции по охране труда, тоже скачаются в сети интернет, когда мы приходим с оказанием методической помощи, смотрим, у них написано в офисной организации, что после работы работники должны принять душ. Сразу возникает вопрос, где была душевая кабина? Вы работнику говорите о том, что он должен это сделать, но не предоставляете ему возможности. Значит, чья это вина? Эта вина будет работодателя, потому что вы сказали, что это надо делать, то бишь вы утвердили данную норму для работника, но не предоставили ему возможность. Значит, работодатель в данном случае нарушает требования законодательства, то есть своих же нормативных актов. Причем он это сам сделал, собственно говоря. Сам себе эту проблему создал. Совершенно верно, сам сделал, поэтому работодатели должны понимать, что бездумно подписывать документы это плохо и с точки зрения и в банковской сфере, и в имущественной сфере, и в охране труда тоже это допускать ни в коем случае нельзя. Внимательно нужно вчитываться, то, что вы утверждаете, то, что вы подписываете, потому что это после подписи первого лица становится уже официальным документом, который будут пользоваться не только ваши работники, но и на что будут обращать внимание проверяющие лица. Поэтому вот изменения эти очень актуальны. Ну, а 2024 год нас к чему оттолкнул? Актуальная тема это для работодателей, которые у нас пользуются, ну, так называемой упрощенкой. Теперь немного были повышены размер взносов в социальный фонд. Но это те самые взносы, которые делаются у нас в отношении своих работников для того, чтобы они получали денежные средства по больничному, по реабилитации в случае несчастных случаев. Сумма там очень небольшая, поэтому тем, кто пользуется у нас упрощенкой, рекомендую изучить постановление правительства номер 2085. Там порядка 2-2,5 тысяч рублей, ну, там даже меньше идет. Поэтому можно, собственно говоря, изучать. Индексация там составила, если не путаю, то 1,098. Поэтому это денежные средства не очень большие. Я понимаю, что опять это денежные средства из армана работодателя. Но опять-таки социальное страхование своих работников, процедур очень важные. Чтобы опять-таки они были уверены в том, что в случае, если с ними произойдет, не дай бог, несчастный случай, то опять-таки они получат все выплаты и компенсации, как полноценные работники. Кроме того, важным документом явилось изменение с точки зрения статистики. Форма, которую работодатели сдают Росстат, седьмая форма охраны труда, тоже претерпела некоторые не очень существенные, но опять-таки изменения. Поэтому всем работодателям рекомендую в обязательном порядке изучить приказ Роструда номер 361. В нем как раз эти изменения у нас и прописываются, чтобы опять-таки вам, когда придет соответствующий срок, благополучно сдать все эти самые отчеты. Потому что опять за несдачу отчетов, любых отчетов, в том числе и Росстат, у нас тоже предусмотрена некоторая ответственность. Поэтому тоже на ровном месте нам рисковать, лучше не рисковать. Ну и 1 сентября грядущего года нам с вами сулит изменение в такой процедуре, как спецоценка, претерпит изменение у нас методика проведения спецоценки. Документ, соответствующий именно приказ Минтруда 817Н у нас был утвержден. Но опять-таки мы более подробно, наверное, поговорим уже туда ближе к дате. Что такое спецоценка и зачем, так сказать, нужно на это обращать внимание. Конечно, наверное, чтобы наши дорогие работодатели сейчас не путались, потому что если мы сейчас расскажем, до вступления в документы в силу у нас еще 9 месяцев, чтобы они, соответственно, уже не путались на этом этапе и не думали, что уже эти изменения вступили в силу. Это вот примерно то, что у нас в настоящий момент нас ждет. Еще Минтрут у нас анонсирует, во всяком случае, на соответствующем ресурсе у нас висит проект изменения, точнее, вступления в силу нового документа, это новый порядок проведения медицинских осмотров. Но в настоящий момент он пока еще не утвержден. Но, возможно, в 2024 году данные изменения у нас вступят в силу. Изменений там по сравнению с действующим документом не очень большое количество. Ну, я думаю, если все будет хорошо, если он вступит в силу, то тогда мы сами отдельно про эту тему еще дополнительно обсудим. Вот тоже важнейший вопрос. Мы коснулись отчасти самарским предприятиям. Как учесть все эти изменения и что делать, чтобы проблем избежать? Потому что и произошло много всего, и, судя по всему, будет происходить. Причем, что делать отдельно государственным предприятиям, тем, кто называется госслужащим, частному бизнесу? Ну, надо сказать, что с точки зрения охраны труда законодательства у нас не грозирует на государственные, муниципальные, частные организации. Ну и, кроме того, все наши структуры, я имею в виду и контрольные, и надзорные ведомства, и ведомства, которые оказывают методическую помощь, ну, в частности, администрация города Самара оказывает абсолютно всем работодателям методическую помощь. То есть, любой работодатель может к нам обратиться для того, за помощью, то есть, мы расскажем, мы подскажем, мы дадим образцы, соответственно, документов, расскажем, на что сослаться, расскажем, как более правильно и грамотно организовать эту самую работу. Более того, мы можем направить к вам в организацию специалиста для того, чтобы он свежим взглядом посмотрел, как у вас ведется данная работа, указал на недостатки. Аналогичный, что называется, свежий взгляд в рамках взаимодействия может оказать еще и представители госинспекции труда. Про филактические визиты мы с вами сегодня упоминали. Мера очень действенная. Сами мы пользовались, приглашали к себе представителей инспекции. Страшного тут ничего нет. Приходят очень грамотные и любезные люди, которые в довольно пропонятной форме растолкуют, объяснят, подскажут, укажут на недостатки, объяснят, каким последствиям может привести, если в ближайшее время не устранить эти недостатки. Ну и опять-таки никаких штрафных санкций за это ни в коем случае не накладывается. Ну и кроме того, у нас про информационный проект охраны труда в Самаре в сети мы с вами постоянно каждую передачу напоминаем, что можно отписаться, новости отслеживать. Ну и, конечно, всеми нами проводится большое количество информационных мероприятий и семинаров. Все семинары абсолютно проводятся на безвозмездной основе. На семинары, приглашаемые представителей всевозможных ведомств, это и Минздрав, и Минтруд, и Росстат, и Социальный фонд Российской Федерации, где можно послушать о тех нововведениях, о тех изменениях, которые у нас есть в законодательстве. Причем после проведения непосредственно самого мероприятия можно остаться и задать этим экспертам вопросы, что называется, пообщаться тет-а-тет, обсудить конкретно ситуацию, которая есть в организации. Ну то, что некоторые боятся приходить в ведомство, обозначать себя. Ну публично, конечно, говорить, вы знаете, вот у меня организация X, и вот у меня такой вопрос есть. А когда сидят все люди вокруг, ну... Да, когда мы причем отвечаем на вопросы, мы никогда не спрашиваем, что у вас за организацией, где у вас находится организация. Потому что нам, по сути, это не очень важно. Если работодатель хочет рассказать о том и пригласить нас, допустим, к себе в организацию для того, чтобы мы ему помогли, то обязательно в порядке мы подскажем и расскажем. Если, ну, по тем или иным причинам он не хочет обозначать, то он просто может обозначить, какая ситуация у него есть, и мы еще и в такой, в том числе анонимной форме тоже в обязательном порядке подскажем и расскажем. Поэтому мероприятий проводится очень много, темы очень широкие. Если у самих работодателей есть потребность услышать о какой-то конкретной теме, обсудить какие-то вопросы, то они тоже могут к нам обращаться. На официальном сайте администрации города у нас есть все контакты, электронные почты, телефон есть. Пожалуйста, можете писать туда, можете звонить нам. Если есть потребность, то мы обязательно отреагируем и конкретное мероприятие проведем именно под ваши потребности, именно под ваши нужды. Кроме того, иногда мы проводим наши мероприятия на базе организации. Но, допустим, на базе крупных предприятий, заводов приглашают нас для того, чтобы мы рассказали о тот или иной вопрос именно для своих работников. Некоторое время назад нас крупное промышленное предприятие приглашало, и мы как раз работникам рассказывали о том, как у нас изменился порядок проведения медицинских осмотров, то есть опять, какие им даны гарантии, какие есть компенсации, связанные со спецоценкой. Потому что, ну, бывают такие ситуации, когда работники по тем или иным причинам не совсем доверяют работодателю. И поэтому они хотят услышать это со стороны, мнение со стороны, причем мнение, открепленное ссылкой на нормативно-правые акты и с привлечением, так скажем, экспертов государственных контрольных и надзорных ведомств. И поэтому мы тоже можем нашим работодателям в этом помочь. Поэтому только обращайтесь, обязательно в порядке поможем. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, увидимся вновь, потому что год предстоит интересный, насыщенный, и, соответственно, будет что обсудить на тему охраны труда. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. И берегите себя, к человеческому организму запчастей нет. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин